А приморцы должны пить свежее местное молоко. Объемы его производства в Приморье увеличиваются год от года. Все потому, что в нашем крае делают ставку не только на большие производства, но и на маленькие частные хозяйства. На одной из таких ферм побывали и журналисты Панорамы. Развитие агропромышленного комплекса Приморья – приоритет для страны. Ведь сегодня здесь решаются вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения. Один из показателей, который вырос в этом году – производство молока. В этот раз оно увеличилось со 124 тысяч тонн до 130. Погоду на рынке молочного животноводца делают крупные игроки. Но Приморский край ставит и на небольшие фермы. Одна из них находится в Уссурийском городском округе. Эта ферма начала работать в прошлом году с партией в 165 коров. От сданного молока получили первую прибыль и решили увеличить поголовье. Теперь здесь мычат уже более 300 буренок. Сегодня можно заниматься животноводством. С животноводством, в принципе, поддержка с края однозначно идёт. То есть получаем субсидирование как по молоку, так и на крупно-рогатый скот при завозе животных. Животные под постоянным контролем. Коров осматривают ветеринарные врачи. Молоко анализируют лаборанты. Во-первых, это нормальная сбалансированная корма. То, что нужно коровке. Хорошее содержание. Плюс технология доения. Отработанная рутина доения. То есть порядок действий. Контроль качества молока. Сейчас Приморье лидер на Дальнем Востоке по надоям. На одну корову надоено в среднем по 5000 литров молока. Но на сегодняшний день Приморье обеспечивает себя продукцией лишь на 40%. Недостающие продукты приходится завозить. Задача, которую ставят краевые власти перед фермерами, полностью насытить рынок местной продукцией. Яна Романюк, Данил Макарычев, Руслан Мартынычев и Олег Худалеев. Панорама.